Натя, прошу. В новых презентациях это 2021 года, тем не менее функционал по-прежнему остается такой же, неважно, какую версию офиса показывает, 16 или 21. И если где-то в слайдах будет небольшая пересортица, пожалуйста, пока простите мне это, пока я не обновлю полностью все-все-все свои презентации. Ну что ж, сегодня мы будем говорить про разработку макетов слайда. С макетом, я думаю, вы уже знакомы. Если видели какие-то мои предыдущие вебинары, эту тему я поднимаю регулярно. Но сегодня, как обычно, я открою ее с новой стороны и постараюсь дать совершенно новый материал, который не показывала ранее. Давайте ответим для начала на такой вопрос. Что такое композиция слайда? Почему мы говорим именно про композицию, когда заводим речь про макеты? Может быть, знаете, определение этого слова, может быть, сами, как вы чувствуете, можете написать в чат, что именно такое композиция. Расположение материала. Так, хороший вариант. Вообще композиция, термин используется довольно часто и в самых разных сферах. И когда мы посмотрим на какие-то примеры слайдов, мы видим, что у них композиция очень сильно отличается. Да, композиция состоит из отдельных элементов. Тут может быть и фон, и текст, и какие-то картинки, и колон-титулы. То есть все-все-все элементы, которые расположены на слайде, обязательно образуют какую-то композицию. Как мы формируем, как мы форматируем, да. Совершенно верно. И как определить, какая композиция хорошая, а какая композиция не очень удачная. Как сделать такой макет, который будет помогать достигать ваших целей, а не резать глаза нашей аудитории. Для того, чтобы проанализировать композицию какого-то готового слайда или будущего макета, нужно сделать одно простое действие. Это действие выглядит вот так вот. Возьмите готовый слайд и просто закрасьте одним цветом прямоугольные, квадратные, ну, бессложные фигуры, обойдемся прямоугольником, прямоугольные области, на которых расположена информация одного уровня. Заголовок и текст – это разные прямоугольники. Заголовок, подзаголовок и текст – это тоже разные прямоугольники. То есть один уровень иерархии – это один прямоугольник. И тогда, когда мы раскрасим слайд, который вы видите перед глазами, у нас получится вот такая вот композиция. Как она вам кажется? Выглядит ли она приятной, неприятной, удобной, неудобной, тяжеловесной или, наоборот, слишком легкой? Напишите свои впечатления и сравним. Конечно, есть макеты, в которых композиция более сложна. И здесь нужно использовать круги, треугольники, может быть, какие-то диагональные линии. Особенно часто такие элементы используются в дизайне канвы. Но, в общем и целом, достаточно просто покрасить прямоугольники и вот так вот оценить, какое впечатление производит эта композиция. Так, грубовато, наслоение, тяжеловесно, не очень, нормально, громоздко зависит от содержимого, нормально, заполняет слишком много места. То есть видите, да, что есть некоторые моменты, которые бросаются в глаза. Есть вот это вот несопоставление размеров прямоугольников, как выровнены края этих прямоугольников, почему все три картинки совершенно разного размера и по какому принципу они именно так скомпонованы. То есть то, что заполнен почти весь слайд, это не так критично, как то, что вот есть такие мелкие неурядицы, которые делают композицию не очень понятной. Но это еще не самый сложный случай. Я покажу сейчас другой пример. Вот такой вот слайд, причем человек занимается брендингом, то есть в том числе и дизайном в социальных сетях и в личных каналах. И если мы покрасим таким же образом слайд, то получим вот такую вот композицию, да. Согласитесь, уже совершенно другая ситуация. И первый слайд по сравнению с этим кажется очень даже легким, понятным и аккуратным. Вот этот вот вариант показывает намного-намного более сложный случай. Да, действительно, пардак. Посмотрите, как много прямоугольников. Здесь есть и логотип самой конференции, и логотип автора, и четыре скриншота разных уровней, и подписи под ними. И получается довольно-довольно сложно для чтения композиция. Так, композиция, рассказывающая о поднятии, вызывающая поднятие, должна идти слева направо и снизу вверх. Для мусульманских стран наоборот. Это сейчас мы, вы говорите вот про направляющие линии. Мы сейчас не говорим о движении, направлении движения. Это тема совсем другого разговора. Мы просто сейчас смотрим, как создать хороший макет слайда. И всегда любая учеба, да, вот ответ на любой вопрос начинается с того, что мы изучаем чужие примеры, пытаемся понять, что хорошо и плохо, и только потом переходим уже к своей собственной практике. Да, согласны, перегруженность очевидна. И еще один вариант. Здесь, вы видите, использована стандартная схема Пауэрпоинта, стандартные элементы смарт-арта. И получается вот такой вот слайд. Если я его подкрашу, то будет выглядеть примерно таким образом. Что можете сказать про этот вариант? Как это сделать технически? Как покрасить прямоугольники с текстами и изображениями? Я беру просто в Пауэрпоинте инструмент-прямоугольник и сверху провожу фигуру. Потом настраиваю цвета, прозрачность так, чтобы это было читаемо. Но, в общем, в целом просто прямоугольники в Пауэрпоинте. Так, нормально, логично и просто для восприятия. Края пустые. Да, есть некоторые небольшие нюансы, но, в принципе, вот сами стандартные элементы Пауэрпоинта уже диктуют вот эту вот простую диагональную линию. И этот вариант читается, конечно, попроще, чем другие. Да, стоит что-то улучшить, стоит что-то исправить, но это уже те мелочи, которые требуют большего времени. 80% вашего времени уйдет на то, чтобы поправить вот эти 20% недостатков. Мы можем, в общем и целом, сказать, что макет нашего слайда – это композиция, которую мы разработали заранее, используя очень простые формы. Мы не будем говорить о кругах, мы не будем говорить о диагональных линиях, о направляющих, о плейсхолдерах и более сложных понятиях. Просто возьмем самые обычные прямоугольники и с помощью их зададим будущую композицию слайда. Это будет такая заготовка, которую затем можно будет использовать неоднократно. А вы знаете мое мнение, что лучше всего делать все так, чтобы либо использовать многократно, либо долгое время не устаревало. То есть экономить на самом деле ваше время я всегда, и в том числе на своем курсе, ратую за то, чтобы вам было попроще выполнять свою работу. Так, фон, наверное, забегаю вперед. Фон – это тоже, конечно, часть композиции, но сегодня мы тоже его не будем задевать. Если нужно посмотреть про фон отдельную информацию, то есть мои предыдущие вебинары про иллюстрации фотографий и иконки. И там вот вопросы фона я рассматриваю более подробно. К сожалению, все, что я хотела бы рассказать, в один вебинар просто физически не уместить. Давайте посмотрим еще несколько примеров и подумаем, как вот эти образцы слайдов можно превратить в хорошие качественные макеты. Напоминаю, да, все, что я показываю, это все реально существующие презентации. Я их просто агрейдером собираю на протяжении каждого учебного года, делаю скриншоты отдельных слайдов для того, чтобы потом показать вам. То есть это не моя выдумка, это реальные примеры. Вот такой вот слайд возьмем и тоже покрасим его прямоугольниками. Получится вот такая вот композиция. Что нравится, что не нравится, что бы вам хотелось бы изменить? Где-то внутри себя подсознательно мы понимаем, что все принципы дизайна, все вот эти вот законы восприятия, они обусловлены даже буквально на биологическом авиационном уровне, на том, как мы воспринимаем информацию. Поэтому подсознательно каждый из вас знает, как правильно располагать информацию. Главное до вот этого вот глубинного знания добраться, докопаться. Так, сделать симметричным, подровнять границы, да, сделать немного более симметричное расположение. Например, можно сделать одинаковую ширину и высоту у каждой фотографии и расположить блоки с текстом симметрично сами по себе. Так, слишком мало пустоты между большими прямоугольниками, границы текста фотографии уменьшить. Да, это второй вариант. То есть первый вариант, мы можем сделать вот этот вот макет абсолютно симметричным, а второй вариант, наоборот, сделать этот макет подчеркнутым несимметричным. Так, изменить фотографии, так, изменить их размер и кадрирование, чтобы появился вот такой большой угловой блок фотографий и сверху небольшой блок текста. То есть сделать и симметричным, и несимметричным. И тот, и другой вариант имеют полное право на существование. И еще один пример покажу. Тоже все довольно просто, да. Есть заголовок, есть текст, есть какая-то иллюстрация, есть дополнительные элементы оформления. Точно так же перевожу это все в композицию из прямоугольников и получаю вот такой вот вариант. Опять же, что хотелось бы изменить? Сам по себе макет очень и очень удачный, да. Вы видите, здесь довольно небольшие недостатки. Это выравнивание границ текста, когда почему-то немножко не совпадают границы текста и заголовка, границы картинки и границы текста. И не очень понятна иерархия вот относительно подписи. Да, буквально чуть-чуть поменять. Посмотрите, практически ничего не изменилось, но композиция стала выглядеть немного более аккуратной. Причем здесь сохранено даже брендирование. Цветная полоска сверху и снизу колонтитул с названием конференции или выходными данными. Ими фамилия автор. То есть самые-самые небольшие изменения уже делают композицию более гармоничной. Я согласна, слайд действительно удачный и понятный сам по себе. И вот его как раз можно использовать как образец, как вот такой вот макет для дальнейшей работы. Я уже говорила на одном из предыдущих вебинаров, посвященном теме макетов слайда, что я выделяю 9 стандартных макетов, которых в принципе достаточно для оформления учебной презентации. Без каких-то особенно сложных, без особенно выпендрежных вариантов слайда, 9 макетов более чем достаточно. Для того, чтобы выделить эти 9 макетов, я проанализировала презентации конвы, проанализировала презентации, которые попадали мне в руки и смотрела, как авторы на практике. То есть не как дизайнеры придумывают. У дизайнеров фантазия, конечно, вы сами понимаете, абсолютно не ограничена. А смотрела, как именно авторы презентации, особенно учебных презентаций, располагают на них материалы. И в принципе мы можем сказать, что 9 определенных макетов слайдов более чем достаточно, чтобы рассказать о чем-то, чтобы показать какую-то информацию, в том числе и довольно сложную. Оговорюсь, что вот эти 9 макетов слайда плохо применимы к презентациям маркетинговым. Если вам нужно произвести впечатление на аудиторию, продать какой-то товар или услугу, выступить на конференции TED, то, скорее всего, такие стандартные варианты вам плохо подойдут. В этом случае, конечно, нужно обращаться к профессиональным дизайнерам и делать презентацию, где дизайн неразрывно связан со смыслом. Но если мы работаем в PowerPoint, если перед нами стоит задача, условно говоря, за месяц делать 3, 4, 10 презентаций для учебного курса, то эти 9 макетов – ваши помощники. Вот, например, может выглядеть презентация. Это как раз пример из конвы, составленный из стандартных макетов. Здесь 8 из 9 как раз использовано. То есть все вот эти вот варианты как раз использованы в этом дизайне конве. Давайте немножко более подробно. Какие именно макеты входят в эту счастливую девятку? Это, в первую очередь, титульный слайд и финальный слайд. То, чем вы начинаете вашу презентацию и то, чем вы вашу презентацию заканчиваете. На титульном слайде у нас располагается название, да, выступление, может быть, учебная тема, информация про автора. На финальном слайде может быть и стандартное «благодарю за внимание», а может быть и слайд-визитка, где вы даете какие-то свои контактные данные. Мы их выделяем отдельно, почему я скажу немного позже. Дальше идут слайды информационные, слайды, в которых основа – это какой-то контент. Заголовок и текст. Заголовок и изображение. Текст и изображение. Может быть, вариант заголовок, текст, изображение. Его тоже используют довольно часто, но это просто один из вариантов. Так, симметричность нужна, если демонстрируется информация, рассказывающая симметрии. Вообще, про симметричные и асимметричные композиции я могу сказать таким образом, что симметричность – это неподвижность, монументальность, незыблемость. Она хороша, когда именно нужно подчеркнуть то, что что-то вечно не меняется со временем. А симметричность, наоборот, дает динамику. Именно асимметричное расположение элементов создает ощущение движения и провоцирует желание перелеснуть на следующую страничку. Я предпочитаю брать именно слайды асимметричные, пусть эта асимметричность не подчеркнута каким-то образом. Но в слайдах первых, титульных, в финальных слайдах визитках я использую как раз, сейчас использую симметричные композиции. Тоже такая очень хорошая тема для обсуждения. На самом деле я бы с удовольствием подискутировала бы о ней в рамках, например, учебного курса. Следующий блок слайдов – это слайды такие минималистичные. Например, одно предложение – определение, тезис, какая-то цитата, может быть, заголовок раздела. И вариант, в котором нет текста, а есть, например, изображение. То есть это фактически пустой слайд, полностью залитый фотографией. Может быть, сверху текст, если это, например, заголовок раздела. Но основа таких слайдов – это либо одно предложение или один маленький абзац текста, либо одна иллюстрация. И, наконец, последние два варианта слайда, два варианта макета. Это более сложные варианты, где использован набор изображений, калаш. С ним на самом деле очень и очень сложно работать. Я покажу сегодня некоторые варианты, но сложно сказать. Вот посмотрите на этот макет. Это такой калаш, который должен быть. Делайте только так, не делайте по-другому. Нет, калаш – это, наверное, один из самых сложных вариантов слайда. И слайд – макет с карточками. В карточке – это, по идее, таблица. В ней может быть 3, 4 или 5 колонок. Если больше, то уже не очень аккуратно они располагаются на слайде. Лучше разбить на несколько частей. И вот как раз вариант с таблицей или вариант с карточками – это второй сложный макет. А сейчас про каждый из этих вариантов немного подробнее. Да, Светлана, запись появится через некоторое время на канале Директ Академии. И там же вы сможете найти записи предыдущих вебинаров, причем не этого года, даже не только этого года, но и предыдущих. Про каждый из этих вариантов макета немного подробнее. А в конце я покажу уже в самом PowerPoint-е, включу демонстрацию экрана и покажу, как может выглядеть макет, работать с такими макетами. Первый, как я говорила, это титульный слайд и слайд финальный. Вообще, именно эти слайды задают настроение всей презентации, заявляют о вас как спикере или раскрывают учебную тему. Как правило, эти слайды довольно яркие, довольно выразительные, и в них проявляется вся фантазия. Да, эту презентацию можно скачать в материалах вебинара. В правом верхнем углу страничка с замкнутым уголком. Вы нажимаете, и там доступен файл для скачивания. Там немножко другие слайды, особенно в конце вы заметите разницу, для того, чтобы компенсировать демонстрацию экрана, более подробно расписанные алгоритмы. Два примера слайда. Титульный и еще другой титульный слайд. Они совершенно разные. И тяжело найти презентации, в которых эти слайды одинаковые, только если разные авторы не используют одинаковые шаблоны PowerPoint. Но обычно я смотрю, что преподаватели, что работники культуры стараются все-таки в титульных и финальных слайдах отобразить свою индивидуальность. Может быть, рассказать о своем заведении, может быть, какую-то корпоративную идентичность. То есть стараются, чтобы было как раз что-то отличающее их презентацию от презентации их коллег. Поэтому в этой зоне, в зоне титульного и финального слайда любые эксперименты. Постарайтесь сохранить общую цветовую гамму, постарайтесь сохранить общность цвета. Но в общем и целом здесь макеты – это как раз и произведение вашей фантазии. И точно так же титульные слайды, как титульные слайды, так и финальные слайды. Я предпочитаю, чтобы финальные слайды были слайдами, визитками, которые дают какую-то дополнительную информацию. Они просто предлагают задавать вопросы или благодарят аудиторию за уделенное время. То есть я стараюсь искать какие-то другие варианты. И здесь точно так же очень-очень много примеров. Думаю, наверняка видели и как удачные варианты слайда визитках, так и откровенно неудачные варианты. И точно так же, поскольку это последнее, что остается на экране, и титульный слайд, и финальный слайд в совокупности, как правило, находятся на экране дольше, чем вся презентация. Поэтому это самое время расположить максимум полезной информации, все ссылки, все контактные данные, все призывы к действию. С титульными и финальными слайдами мы разобрались. Здесь на самом деле все очень-очень просто. А сейчас слайды с информационными заголовками, текстами и изображениями. Что касается вот этой категории слайдов, то они на самом деле тоже довольно простые. Есть блок текста, есть к нему заголовок, есть какая-то картинка. И сочетать их на макете на самом деле очень-очень просто. Я покажу несколько, опять же, простых примеров. Вы видите сам слайд, и в правом нижнем углу вы видите его макет, как именно он был сделан. Вот заголовок, подзаголовок и текст. То есть очень и очень просто. Буквально вот три элемента. Я не представляю, как можно сделать макет такого слайда неудачным. То есть что нужно сделать для того, чтобы он плохо смотрелся. Потому что здесь реально все очень-очень просто и понятно. В таких слайдах самое главное, чтобы с первого взгляда была понятна структура. Чтобы человек только перелистнул этот слайд и сразу смог понять, ага, здесь у меня будет много текста, тут какая-то важная информация. А вот здесь, наверное, какая-то важная картинка. А вот здесь есть в тексте картинка, и, наверное, картинка второстепенна, а тексты нужно прочитать в первую очередь. То есть понятная структура в этом типе слайдов в первую очередь. Вот здесь, если мы посмотрим на макет, то мы поймем, что, скорее всего, это заголовок и картинка. Потому что текстом обычно так плотно слайды не заливают. И действительно, вот на слайде есть организационная схема и есть какой-то довольно простой заголовок. Тоже читается вот с первого взгляда. Тоже вариант заголовок и картинка. Вот ничем это не отличается от предыдущего, разве что сам блок по себе более узкий. Если до этого была схема, которую нужно было изучать, то здесь просто, скажем так, картинка для привлечения внимания. Поэтому она и площади на экране занимает поменьше, и акцент идет, наверное, на заголовок. Я думаю, что это вопрос, который задавал спикер для того, чтобы активизировать свою аудиторию. То есть вот посмотрите, макеты, в принципе, одинаковы, только поле текста, поле картинки немного шире и немного уже. И еще один вариант заголовок, текст и картинка. Располагается вот таким вот образом. Мне не очень нравится, что картинка занимает практически такой же объем слайда, как и текст, учитывая, что она второстепенная и не дает какой-то важной информации. Но мне кажется, что макет выглядит, в принципе, очень-очень аккуратно, и его тоже можно использовать. И вообще это, если не ошибаюсь, один из стандартных макетов PowerPoint. То есть, как видите, с этими вариантами слайдов, с этими вариантами макетов, очень сложно в чем-то ошибиться. Но есть еще более простые. Это вот те два варианта, где на слайде расположено минимум информации. Только небольшой кусочек текста или только небольшое такое вот изображение, которое занимает большую часть экрана, и может быть на нем строчка две, три, четыре слова. То есть, вот пример тоже. Как правило, здесь не нужно никакого особого знания дизайна. Достаточно просто, аккуратно, с хорошо подобранным шрифтом, с красивым ярким цветом расположить информацию посередине слайда. Вот это как раз тот вариант, когда мы делаем акцент на текст, и поэтому мы делаем его симметричным. Нам нужно не движение по слайдам, а нужно как раз акцентировать внимание, и мы вставляем такой монументально неподвижный слайд. Да, всю эту презентацию можно скачать. То, что я сейчас показываю, вы можете скачать в материалах вебинара. Еще один пример. Точно так же, да, вот, пожалуйста, картинка полностью на весь экран, и сверху под заголовок раздела. Здесь дизайн зависит от того, какой текст, какие изображения вы подбираете, какой шрифт вы подбираете. Макет максимально простой. Либо все располагается по центру экрана, либо вы располагаете по направлению взгляда, если используете какого-то персонажа. Немножко подробнее об этом, о персонажах и направлении взгляда, я говорю в вебинарах иллюстрации фотографии иконки. Но вот типичный пример. Куда смотрит человек на фотографии, там и располагается основной текст. Ну, теперь несколько более сложный вариант. Это слайды, в которых информации намного больше, и расположена она более сложным образом. Это калаш и таблица. Давайте я начну, наверное, с таблицы, то есть с карточек. Как я уже говорила, лучше всего 3-5 карточек располагать на одном слайде. Больше уже может смотреться не очень аккуратно. Сложно втискиваться как раз в размеры всего слайда. Вот такой пример. Есть заголовок, есть три карточки, которые состоят, в свою очередь, из иконки и текста. И вот этот вот вариант. Это тоже слайд с карточками. Есть заголовок, есть три карточки, которые состоят из картинки и текста. Но если предыдущий слайд был нарисован дизайнером, подобраны иконки, настроены тени, подобран шрифт и все цвета, то этот слайд создан стандартными средствами PowerPoint. То есть вот как элемент смарт-арта, так пусть-то внутри него разместили какой-то контент и больше ничего не настаивали. Тем не менее, макет и в том, и в том случае абсолютно одинаков, несмотря на то, что слайды выглядят по-разному. Среди инструментов смарт-арт есть два наиболее подходящих для того, чтобы создать слайд с карточками. Да, на самом деле можно поиграть, поэкспериментировать и с другими вариантами, но вот эти вот два самые простые в настройке. Это вот такой элемент и вот такой элемент. Вы его видели уже на одном из слайдов. Здесь во втором варианте несколько мешает стрелка, она часто является лишней в композиции. Но если вы в конце работы над такой организационной схемой преобразуете элемент смарт-арт в обычные фигуры, то вы эту стрелку просто-напросто сможете легко удалить. И используя вот эти вот две стандартные смарт-арт, два стандартных смарт-арт дизайна, можно получить вот такой вот слайд с тремя карточками. Это как раз первый вариант, только текст, только заголовки. Или вот такой вариант. Это второй, как видите, стрелка удалена и выглядит совершенно по-другому. Пять карточек, расположенных на одном экране. Уважаемые коллеги, нужно ли вам показать в самом Powerpoint, как превратить вот такой вот элемент в готовый слайд с карточками? Нужно ли мне включить демонстрацию экрана и пошагово это разобрать? Хорошо. Тогда чуть позже я обязательно покажу, как это будет выглядеть на практике. Просто, может быть, кто-то не хочет терять на это время, а наоборот, больше информации получить по другим макетам и настройкам слайда. И второй тип слайда со сложной композицией, это, как я уже говорила, коллаж. И здесь я не могу дать каких-то конкретных рекомендаций. Тут нужно ориентироваться исключительно на ваш вкус и на какие-то хорошие примеры дизайна. Вот так, например, коллаж делает автор той презентации, которая показывала вам в качестве одного из примеров композиции. Очень много хороших примеров можно найти в конве. Попробовать поэкспериментировать. Здесь, например, слайд разделен на две части. Два полноформатных изображения и текст поверх них. То есть очень просто, но, мне кажется, выглядит достойно. Конкретно в этом варианте мне не нравится, что мало акцента на текст. Текст очень плохо читаем. Но можно попробовать повторить вот такую композицию. Такой вариант, где три изображения, и как блоки полностью заполнены весь слайд, и чередуется блок с картинкой и блок с текстом. Тоже выглядит довольно хорошо, но на экране может быть маленьким. Если вы выступаете, когда у вас проектор светит на стену и дает довольно большой размер изображения, то да, может смотреться хорошо. В противном случае на такой слайд поместится крайне мало информации. Вот такой вариант. Смотрите, слайд снова разбит на две части. Правая половина полностью составлена из фотографий. Четыре, шесть, восемь, сколько вы сможете уместить фотографий, они все составляют правую половину слайда, а левая половина слайда занята текстом. Вы знаете, да, что согласно паттернам управления внимания, то, что находится на левой части слайда, больше привлекает внимание, его изучают в первую очередь. Поэтому если текст важнее, то текст идет налево, фотографии направо. Вот такой вариант, он более сложный. Да, здесь тоже две картинки, но они разделены уже диагональной линией, и это, конечно, вариант более сложный. Если вы хотите найти хорошие примеры коллажных слайдов, посмотрите в конве, найдите что-то подходящее. Вы знаете, что из конвы можно скачать дизайн в формате Powerpoint, открыть уже на своем компьютере и поэкспериментировать. Что касается экспериментов, долгое время я работала с макетами в Powerpoint, используя стандартный подход, который предлагает Microsoft. Вы знаете, что макеты забиты в саму программу чисто автоматически. Я сейчас открою демонстрацию экрана и покажу, как это может выглядеть на практике. А после показа я уже вернусь к карточкам. Пожалуйста, нажмите на огонек, если у вас видно то, что я демонстрирую. Отлично. То есть я использовала стандартный вариант. Если вот здесь мы нажмем на вкладке «Главные», нажмем на кнопку «Макет», мы увидим, что сама тема офиса стандартно предлагает несколько макетов. Когда вы меняете тему на другие, выбираете какой-то другой вариант, то список и настройка этих макетов может меняться. То есть могут появляться другое расположение элементов внутри одной страницы. И когда PowerPoint предлагает работу с макетом, он предполагает, что вы будете работать через отдельное окно настройки макетов, через образцы слайдов. Я перехожу на вкладку «Вид», нажимаю кнопку «Образец слайдов» и оказываюсь в отдельном редакторе, где можно настроить отдельные элементы изображения. Уже здесь я заполняю слайд, и потом его использую. Смысл в том, что вы, предположим, готовите эти 9 макетов и затем быстро и легко их применяете. Даже буквально через кнопку «Сменить тему слайда» вы сможете заменить. Если вам нужно разметить место для текста, то вы выбираете заполнитель текста. Причем текст вот здесь можно поменять. Это подсказка, которая будет отображаться. Если вам нужно изображение, то вы вставляете вот такой вот блок и потом по клику на центральной кнопке сразу откроется меню вставки файла. Если вы не знаете, что именно потребуется, вы можете вставить какой-то вот такой универсальный блок, где потом можно поместить и картинку, и текст, и диаграмму, и любой подходящий вариант. То есть любой макет внутри Powerpoint состоит из вот таких вот заполнителей. Вы сохраняете этот образец. Можете сохранить как отдельную тему, можете внутри именно этой темы. Закрываете режим разметки. И среди макетов слайда выбираете тот, который вы создаете. Я сейчас уберу картинку. И вот, пожалуйста, вот на заполнитель я могу кликнуть на кнопку и добавить какой-то конкретный подходящий сюда рисунок. Он сразу встанет так, чтобы полностью закрыть заполнитель. Сразу автоматически обрежется, сразу автоматически растянется. То есть все будет подчинено как раз вот этой вот жесткой сетке. Довольно долгое время я использовала именно этот подход к макетам, пока не поняла, что мне нужно немножко больше свободы в действиях, немножко больше свободы в творчестве. И вот эти вот готовые макеты все равно уходило какое-то время на их подстройку. В той презентации, которую вы скачаете, в одном из слайдов, как раз в этом разделе, будет ссылка на YouTube, где вы сможете посмотреть мой предыдущий вебинар, где я показывала именно этот традиционный подход к формированию макетов. Сейчас я поступаю совсем по-другому. Если что-то исчезло, то нужно перезагрузить вкладку браузера. Обычно это помогает. Если у кого-то еще не показывает, вы мне об этом, пожалуйста, скажите. И покажу сейчас, как я по-другому подхожу к созданию слайдов на основе макетов. Предположим, у меня есть вот такая вот композиция. Я ее показывала раньше, это заголовок, подзаголовок и текст. Просто я выровняла длину строчек для того, чтобы с них ориентироваться. То есть вот, пожалуйста, у меня три прямоугольника, которые составляют композицию текста. Я сохраняю этот слайд в формате картинки. PNG или JPEG, но обычно я сохраняю PNG. То есть вот я его сохраняю, и у меня появляется изображение. Мне нужна не вся презентация, а конкретно только этот слайд. Сейчас я уберу вот эти вот плейсхолдеры, они мне мешают. Надо будет потом не забыть убрать их с моего пауэрпоинта совсем. И создаю новый пустой слайд. И во вкладке конструктор иду в раздел формат фона. И здесь выбираю рисунок или текстура. Я хочу, чтобы у моего слайда появился фон, и этот фон соответствовал макету. Я сохранила макет, сейчас иду туда, где он расположен, и вставляю в слайд. То есть вот, пожалуйста, теперь это нередактируемое изображение. Я не могу выделить прямоугольники. Теперь это фон слайда. Я делаю его более прозрачным, чтобы он не отвлекал и не мешал. На самом деле мне, в принципе, нужны только границы, контуры самих фигур. И дальше сверху начинаю располагать весь нужный мне материал слайда. Вот здесь будет заголовок, подзаголовок и текст. Вот это подсказка. Вот этот фон слайда говорит мне, насколько нужно сделать крупным размер шрифта, для того, чтобы он вписался в эту рамку. Я могу вписывать как раз по границам рамки, а могу вписывать оптически по высоте самой строчки. То есть если у меня, например, одно слово в качестве заголовка, я могу увеличить размер так, что он займет полностью зеленую выделенную строку. Если у меня больше текста, то я буду выравнивать как раз по вот этой вот рамке. Точно так же поступает с подзаголовком. Предположим, здесь у меня будет намного больше текста, и поэтому я выберу и шрифт поменьше, и сами буквы будут потоньше. Покажу, как это может выглядеть. Вот так. Точно так же ориентирую полностью по зеленому прямоугольнику. И таким же образом я располагаю текст. Посмотрите, между заголовком, подзаголовком и текстом есть пробел больше. Я тоже объясняла периодически этот принцип, что подзаголовком, то есть к заголовку, а текст идет отдельным смысловым моделем, поэтому между ними пропуск надо делать немного побольше. Наверное, лучше жирнее возьму шрифт. Точно так же выровняю и заполню текстом. Уже выделена мне область. Не обязательно, чтобы полностью был заполнен нижний прямоугольник. Я могу сделать его поменьше, сократить строчки, не выравнивать полностью по такой ширине, то есть не использовать функцию выравнивания по ширине, а просто написать текст от такого объема, каким я считаю нужным его показать. Когда эта работа закончена, я опять иду в меню конструктор, формат фона, и включаю здесь простую заливку. Макет исчез, остался только сам слайд с контентом, расположенным внутри него. Давайте попробуем еще один вариант. Предположим, мы сделаем несколько иной макет. Подзаголовок я здесь уберу. Давайте я оставлю вариант с асимметричным расположением. Пусть будет текстовый блок, и пусть будет небольшая такая иллюстрация. Не смысловая, а просто вот такая настроенческая. Точно так же сохраняю. И точно так же создаю новый слайд, для которого загружаю этот макет. Если вы один раз это проделали, то у вас настройки прозрачности останутся уже точно такими же. То есть переделывать что-то не придется. Я оставляю заголовок. То, что у меня было под заголовком, пусть сейчас превратится в текст. Вот таким образом я его выравниваю. Повторюсь, я не стараюсь растянуть его по ширине. У меня нет задачи, чтобы контент полностью занимал вот эти вот зеленые области. Для меня это просто подсказка, на которую я могу ориентироваться. И точно так же я добавляю какую-то иллюстрацию. Вот у меня есть картинка. И точно так же я ее буду подгонять примерно под размеры вот этого вот блока. Поскольку блок не совпадает по соотношению сторон, то я буду использовать функцию обрезать изображение. Конечно, когда вы используете стандартные макеты, вот это все делать не нужно. Весь контент, который вы располагаете, он автоматически размещается по размеру блоков. Но стандартные макеты PowerPoint очень любят автоматически изменять размер шрифта, автоматически его подгонять. Не всегда хорошо автоматически обрезают размеры каких-то изображений. И вот с такими подсказками мне намного проще работать. Достаточно иметь 9 таких образцов, на самом деле меньше. На самом деле, если я вычитаю, предположим, титульный финальный пустой слайд, достаточно иметь образцов 6. И подгружая их к презентации, я, в принципе, получаю четкую, внятную и понятную структуру слайда. Какие-то вопросы по вот этому принципу, по вот этому подходу, если у вас остались, напишите мне, пожалуйста. Если нет, я оставшееся время потрачу на то, чтобы показать, как я работаю с макетом с карточками. Он действительно один из самых сложных, и я считаю, что стоит потратить на него время. Так, сейчас я вернусь немного раньше. Вот, как я говорила, вот вариант макета с карточками. Удалю весь контент и начну с самого начала, чтобы вы видели, как происходит эта работа. У меня вставка. Я перехожу на раздел SmartArt. И из всех вариантов, которые мне показывают, я говорила, что два подходят самым лучшим образом. Это стандартный вариант, где располагается текст вот таким вот образом, вот таким вот образом. То есть просто ровные, аккуратные табличные блоки. Или вот этот вот вариант, который несколько удобен, если вы работаете с изображением. Так, я выбираю именно его. И вот, пожалуйста, у меня идут готовые блоки. Смотрите, что сами по себе фигуры SmartArt это и есть такие готовые макеты, на которых есть уже плейсхолдеры. Например, в кружках вы видите значок изображения, иллюстрации. Вы не сможете сюда поставить текст, кроме как написав его поверх, потому что сам плейсхолдер, сам заполнитель предназначен именно для картинки. Я не буду делать слишком много уровней текста, чтобы не тратить на это время. Но сами понимаете, что есть всегда возможность дописать еще немного текста. Вот я делаю 5 карточек. Что внутри этого макета удобно, а что неудобно? Сейчас карточек стало 5, но общий размер полотна, общий размер макета не изменился, поэтому карточки стали более узкими. PowerPoint всегда использует в этих случаях автоматическую подстройку. Если я увеличиваю размер макета, то автоматически и карточки становятся более широкими. Я могу выделить одну карточку и конкретно ее сделать толще, но и в этом случае, видите, как опять же срабатывает автоподстройка. Снова все остальное сужается, чтобы вместить какой-то один элемент. Сюда в эти блоки я расположу изображение. Кстати, обратите внимание, что сейчас плейсхолдеры круглые. Если вам нужны плейсхолдеры не круглые, если вы хотите разместить треугольные квадратные иконки, вы всегда сможете перейти в меню «Формат» и вот здесь вот в разделе «Изменить фигуру» поставить прямоугольник, и у вас вот эти вот элементы будут уже прямоугольными. Давайте, наверное, так и сделаем. Тая функция, на которую сейчас нажала пальцем, случайно увеличить и уменьшить, ее как раз в 2016-2013, в более ранних мерцах офиса нет. Это только последнее нововведение. Так, точно так же располагаю остальные изображения. Вот, пожалуйста. Все просто, да? Есть текст, есть картинки и есть вот эта вот стрелка внизу. То есть мы сейчас делали самое главное. Мы заполнили нашу форму, наш смарт-арт контентом, который должен там располагать. После того, как контент расположен, раньше неудобно. Это делать лучше сделать после того, как вы написали весь текст, добавили все иллюстрации. После этого вы выделяете весь объект SmartArt и переходите во вкладку «Конструктор SmartArt». Здесь можно поменять цвета все сразу. Можно поменять один макет на другой, можно добавить какие-то вот элементы объема и прочие вещи. Но нас интересует только пункт «Преобразовать». И мы преобразовываем объект SmartArt в фигуры. Теперь это набор сгруппированных фигур, которые вот работают без такого автоматического масштабирования. И теперь с ними можно работать, как со всеми фигурами целиком. Первое, что я всегда делаю, это, конечно, удаляю стрелку. Затем по очереди выделяю, например, все вот эти прямоугольники и подстраиваю их размер, потому что стрелка учитывалась в общей высоте столбцов, а нам этого не нужно. И дальше работаю при необходимости с дизайном. Что я хочу видеть? Я хочу видеть тонкие границы рисунка. Я не хочу видеть какой-то конкретной заливки. Заливка его я считаю здесь не самым подходящим вариантом. Пусть карточки будут белые, а все элементы с текстом. Все элементы с текстом лучше, наверное, в первую очередь. Стал бы на черный, а потом уже меняю заливку фигурами. То есть вот таким вот образом. Картинки тоже можно отредактировать как отдельный элемент. Сейчас у них есть тонкая рамка. Вот здесь в формате рисунка я могу поменять границы или поменять сразу элементы. Нужно полностью убрать границу у карточек, и тогда они будут выглядеть не такими визуально тяжелыми. То есть, в принципе, текст, который у вас есть, сам текст, он и является вот этой вот ячейкой таблицы. Нужно посмотреть. Если текста мало, то лучше его выровнять вот таким же образом по центру. Если много, то лучше его выровнять по левому краю, для того, чтобы он лучше располагался. И вот простой пример. Очень быстро, очень просто, без выравнивания, из готовой фигуры мы получили, предположим, 5 миниатюр изображения. Можно выбрать какой-то другой вариант, какую-то другую настройку. Здесь вот побольше текста было вариантов, но точно так же все состоит из таких же одинаковых фигур. Просто я не поленилась написать немного больше текста. В этом примере вот такие же три карточки. Здесь еще не преобразованы. Здесь по-прежнему они являются смарт-артом, что можно увидеть, когда вы выделяете объект и смотрите на то, какие новые вкладки PowerPoint вам показывает. Если он показывает рисунок, то это уже фигуры. Если он показывает конструктор, значит, это еще элемент смарт-артом. И можно очень быстро поменять один на другой, посмотреть, как они будут смотреться. Здесь, если не ошибаюсь, есть еще один вариант с изображениями. Но не всегда он будет смотреться хорошо. Часто используют вот этот вариант с карточками. Мне кажется, здесь не очень удачно подобраны фигуры. Это хорошо, что заголовок визуально не отделен от остального текста. Но я бы в данном случае, например, поступила вот таким образом. Я выделила бы сами фигуры и как раз поменяла бы их тип на что-то более привычное. Например, на привычные прямоугольники, на прямоугольники со скругленными углами или на какие-то такие каталожные карточки, чтобы не было вот этой диагонали, вот этого вот ощущения перспектив. Так. Если у вас остались еще какие-то вопросы, можете их написать. В презентации, которую вы скачаете, пошагово показано, как использовать макеты не стандартным способом, а взять вот такую вот фигуру и на основе ее собрать композицию вашего слайда. И я следующий вебинар, который я анонсирую, я анонсирую вебинар 9 февраля, он будет посвящен теме удачных и неудачных решений. То есть мы с вами будем развивать насмотренность, смотреть на хорошие и на плохие слайды и пытаться понять, что в этом случае удачно, а что неудачно. То есть не просто говорить нравится, не нравится, а аргументированно неудачный цвет, неудачное расположение формы и продумывать упражнения, которые помогут уже вашим ученикам и вашим коллегам эту насмотренность развить. То есть какие слайды предложить, какие наводящие вопросы задать для того, чтобы научить человека видеть красивое и некрасивое. Я слежу за чатом. Если появятся еще какие-то вопросы, я отвечу. И напоминаю, что этот и другие вебинары вы можете посмотреть на YouTube-канале Директ Академии. Уже, в принципе, у меня собрана довольно большая коллекция вебинаров, и я стараюсь их пополнять. Я сейчас скину в чатик ссылку на доску МИРО, где все-все-все вебинары Директ Академии, скажем так, сколлекционированы. Есть все ссылки, есть все подсказки, и вы сможете на эту доску перейти, найти подходящий вам вебинар, подходящий тематик и посмотреть его на канале Директ Академии. Раз вопросов нет, я с вами прощаюсь. Желаю хорошего и удачного дня, и возвращаю слово Павлу Юрьевичу.